Намаскарам, Садгуру. Я хотел бы узнать правду о росте алкогольной и прочих зависимостей, как в моем, так и в младшем поколении. Сегодня совсем маленькие дети, школьники, начинают употреблять такие вещества, чтобы избежать от реальности, и мне это кажется очень страшным и опасным. Как вы думаете, почему дети употребляют разные субстанции, и что, на ваш взгляд, является лучшим, наиболее естественным способом избавить людей от этого? Намаскарам, Нак. Мне нравится твое имя. Кобры всегда были мне близки. И если ты не знаешь, яд кобры тоже является опьяняющим веществом, если его использовать определенным образом. Есть много причин, почему в обществе растет потребность в опьянении. Основная причина в том, что люди больше не борются за выживание. Большая часть общества не затронута проблемой выживания. Когда люди преодолевают трудности выживания, им приходится искать другие сферы интересов и увлечений. Если этого не происходит, потребность в удовольствии и опьянении естественным образом возрастает в данном обществе. Вот почему очень важно, чтобы даже если родители богаты, дети не знали, что такое богатство, пока не достигнут определенного возраста в этой культуре. Даже короли отправляли своих детей в Гурукулу, где те учились вместе с другими детьми, где все жили в самых базовых условиях. Потому что должно появиться необходимое чувство дисциплины, вовлеченности и участия в жизни до того, как в чьей-то жизни появится богатство. Иначе богатство станет бременем, которое вы будете нести на своей голове. Это происходит с нынешним поколением. И еще одна причина в том, что в наше время зачастую оба родителя работают. В раннем возрасте ребенок недополучает необходимого внимания, в котором он так нуждается. Поэтому, естественно, возникают различные отклонения. Также молодежи не хватает физической активности. Когда вы не наслаждаетесь физическим состоянием своего тела, единственное, чем вы будете наслаждаться, это опьянение. Если вы не наслаждаетесь своей бодростью и жизненной силой, тогда опьянение становится единственным вариантом наслаждения. Наркотики не только опьяняют, но и продают бодрости на несколько часов. Так что все поколения в массовом порядке движутся к этому образу жизни. Еще одна существенная причина, по которой это поколение движется к наркотикам, заключается в том, что в их сознании рушатся обещанные небеса. Может быть, они не могут четко это выразить. У них еще нет ни ясности, ни смелости, чтобы сказать это. Но с давних времен людям говорили о том, что если воздерживаться от всего этого при жизни, то на небесах это будет доступно в огромных количествах. Теперь же небеса рушатся. Поэтому молодые люди пытаются испить все это прямо здесь. Таким образом, есть много аспектов. Но, по сути, главное, что отдельному человеку больше нет необходимости физически бороться за выживание. И это само по себе усиливает потребность в опьянении. Какие есть решения? Очень важно, чтобы те из вас, у кого растут дети, привлекали их к спорту, другой деятельности, приобщающей их к природе, например, к походам, к альпинизму, к плаванию, то есть к интенсивным занятиям, а также к взаимодействию с природой. И, конечно, искусство, музыка. Дети должны чем-то увлечься. Они должны научиться получать удовольствие от своего интеллекта, от своих эмоций, от своего сознания. Когда человек начинает наслаждаться удовольствиями ума и остроты своего интеллекта, удовольствиями эмоций и своего сознания, тогда естественным образом резко снизится потакание удовольствием тела. Поэтому очень важно, чтобы дети участвовали в разных видах деятельности, увлекались разными вещами. Это снизит потребность в алкоголе и наркотиках. Но мы должны понимать, что сегодня они усиленно рекламируются. И, прости, но фильмы также пропагандируют это. Везде это подается так, как будто это светская вещь. Если не пьешь, то никуда не годишься. Меня спрашивают в Садгуру, вы пьете? Я говорю, да, пью воду. Они смотрят на меня, как на какое-то странное существо. Только воду? Да. Самый замечательный напиток, который вы можете выпить, это вода. Потому что наше тело состоит из воды, а не алкоголя. 70% этого тела – вода. Определенно не алкоголь. Но прежде всего, я другой случай, потому что я обнаружил внутри себя, в своей системе, что это величайшая химическая фабрика. Если вы хотите опьянения, вы можете создать его изнутри, своего рода опьянения, которые делают вас одновременно и опьяненным, и сверхосознанным. Вот с таким опьянением мы должны знакомить наших детей и молодежь. Вот почему мы стремимся привнести технологию йоги в жизнь каждого. Если вы войдете в определенные состояния внутри себя, вы познаете такое опьянение, которое не смогут создать никакой наркотик или алкоголь. В то же время вы останетесь сверхосознанным, и это сотворит чудеса с вашим здоровьем и самочувствием. Пришло время научиться делать все более технологичным способом. У нас есть инструменты для того, чтобы люди могли обратиться внутрь себя и познать высшие удовольствия жизни. Мы должны сделать так, чтобы наша молодежь испытала это. Если вы не дадите им альтернативу, они вернутся к бутылке, вернутся к таблетке. Сейчас, чтобы быть здоровым, вам нужны химические вещества. Чтобы быть спокойным, вам нужны химические вещества. Чтобы быть радостным, вам нужны химические вещества. Чтобы испытать что-то внутри себя, вам нужна химическая помощь. Вам нужно понять, что если поколение так использует химические вещества, если 90% людей начнут ежедневно использовать фармацевтические и другие типы химических веществ, следующее поколение, которое мы произведем, будет во многих отношениях слабее, чем мы. Это преступление против человечества. Все мы должны осознать этот факт и сделать то, что необходимо. Продолжение следует...